парни всем привет это канал сервисмен и сегодня у нас на ремонте китайская магнитола с автомобиля kia seat приятного просмотра что мы имеем как я уже сказал китайская магнитола в штатное место kia seat поступила с достаточно банальной заявленной исправностью это отсутствие звука она включается работает но не поет нигде никак и так далее на данный момент я включать ее не буду поскольку общался с клиентом узнал некоторую новую информацию то есть на приемке и включали запускается тачскрин работает экран показывает и так далее предыстория по ней в общем как-то на клиенту досталось досталось без основного разъема на питание он пошел его покупать на радиорынке ему подключили во всем магазине вырубила свет и после этого магнитолы пропал звук вот поэтому давайте сейчас начнем с разбора то есть предварительно я уже ну во-первых поскольку она включается то есть естественно предохранитель цел замыкание по акции плюс 12 мля нет поэтому сейчас сразу приступим к разбору и уже посмотрим что там у нас внутри произошло частично магнитола разобраны то есть открутили три винта два сбоку один сзади сняли крышку открутили на четырех винта привод убрали в сторонку и смотрим ну сразу невооруженным взглядом конечно видна такая ситуация то что там огромная дырень в усилителе и кстати не сразу я заметил то что на оборотной стороне если мы посмотрим то есть нет не было винтов крепления радиатора усилителей соответственно внутри его также нет но видимо поскольку пломба здесь была не нарушена видимо так было завода но конечно это неправильно то есть усилитель в любом случае я считаю что должен прижиматься корпус чтобы задняя часть корпуса она играла роль радиатора так ну сейчас нужно нам значит извлечь плату посмотреть что у нас там за усилитель сделать некоторые замеры и уже от этого отталкиваться то есть менять только усилители будут какие дополнительные проблемы но здесь уже по ходу пьесы разберемся в общем демонтируем плату продолжаем наше приключение в общем плату мы извлекли открутили все что только возможно вот столько у нас получилось винтов но не все коннекторы так скажем я решил отключать то есть в целом вот от оборотной крышки коаксиальные провода там gps вай-фай так далее то есть это нам не помешает здесь на юсби на микрофон на все остальное тоже не помешает так вот у нас значит сам наш усилитель мне уже почистил посмотрел это тогда 78 51 л с вами не увидим сделаем в общем остатки маркировки 851 л видно из этого мы сделаем вывод что это тогда 78 51 процессорную плату как я уже сказал провода это все мы оставляем на месте нам это не помешает сейчас дабы не затягивать процесс большую часть я сделаю за кадром но посмотрим точнее покажу что усилитель даже терн паста уже дубовая усилитель даже я выпаивать не буду я его просто сейчас либо откушу либо вот такими движениями но будьте аккуратны так можно повредить самих контактные площадки все усилитель у нас можно сказать демонтирован состоите поближе тогда мы посмотрим вот видно 851 или так далее вот такая у нас здоровенная дыра то есть это нам говорит что по какому-то из каналов может быть и не по одному у нас поступил 11 вольт и поэтому у нас она взорвалась загорела что вот даже клиент сказал что во всем этом магазине там свет погас предохранитель видим пробки вышибло сейчас нужно демонтировать остатки ножек зачистить и будем ставить новый усилитель по результату уже продолжим посмотрим результат все зачищено подготовлено сейчас нужно добавить флюса и уже будем впаивать новые усилители уже подготовил эти кому интересно в таких вот не знаю как это назвать упаковку общем заказываю сразу партии в общем что сейчас впаиваем и будем проверять усилитель у нас на законном месте готова с этой стороны все четко теперь нам нужно все это в обратном порядке собрать ну как минимум подкинуть чтобы включить сейчас за кадром сделаю еще некоторые замеры то есть если по сопротивлению все в порядке то соответственно будем включать магнитола собрана верхнюю крышку пока не стал ставить подключены согласно распиновки которая у нас как раз на этой крышке то есть видим основной разъем здесь все по контактам подписан то есть питание у нас 14 15 цепи с 12 16 земля но это у нас будет на корпус и каналы 1 2 3 4 динамики так далее вот то есть собственно этого можно было избежать если проблему в принципе достаточно часто когда происходят какие-то манипуляции с фишками либо там покупают был магнитолу и не обращать внимание распиновка просто на сам разъем тем более повторюсь в очередной раз многие продавцы считают то что распиновки у всех магнитол одинаковые нет это не так будьте внимательны так значит подключено даем питание и сейчас посмотрим что у нас представляет сама магнитола так логотип ну как я уже говорил она у нас включалась не было только звука вот наши дырявые микросхемы усилителя так загружается не уже кстати подготовил флешку с музыкой вот здесь если будет видно подключена наоборот и стране у нас несколько разъемов юсби будем тестировать через него запуск потребление 07079 плюс минус в эти значениях так все магнитола запустилась в первую очередь что мы он открывает автоматом флешку километра в час поверните налево крутой звук есть но что-то не флешка уведомление с навигатора так вот юсби все слышим звук есть уже хорошо но к слову сказать сейчас подключу мне только один канал нужно будет по очереди протестировать все четыре канала плюс потом одновременно их включить так радио откроем здесь мы должны быть только шипение антенна не подключена тогда шипение есть давайте зайдем в настройки посмотрим что у нас там за железо потому что процессорный модуль я экранировку не снимал по маркировке там особо не понять зайдем в настройки о телефоне так видим модель евб 3561 св это говорит то что процессором тк 3561 св стая версия андроида бедро сборка так мы в целом здесь сюда еще можно зайти такая у нас версия настройки паролем 4 восьмерки нет 4 единицы нет ну ладно максим это нам не суть то есть главное проверить сейчас нам по звуку основные функции вай фай bluetooth радио подключим антенну соответственно если все в порядке то уже можно будет спокойно выдавать клиенту поэтому будьте внимательны при подключении магнитолы при замене либо каких-то модернизациях фишек на питание то есть распиновки у всех разные будьте внимательны если вы хотите отправить свое устройство ко мне на ремонт ссылки в описании пишите в telegram обсудим если вы профессионально занимаетесь ремонтом какого-либо оборудования также пишите мне в telegram есть возможность добавиться к нам закрытые чат и ватсап спасибо за просмотр пока пока парни всем привет это кей диапазон парни всем привет это коралл коралл это коралл парк парни всем привет это канал сервисмен сегодня я расскажу жужу 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 расскажу